Сегодня, как я и заявил, ничего не поменялось с тех пор, сегодня будет ромбовь, которая говорит о субботе и последнем времени. Какая связь и почему я, собственно, об этом сегодня заговорил? Две причины есть. Во-первых, почему о субботе? Писание нам говорит, что мы должны отделять будничное от покоя. И Бог сказал в 58 главе книги Исаии в частности, что если мы соблюдем субботу и откажемся от всего ради святости субботы, то Он благословит нас вдвойне. Мы будем делать с вами вот такой каббала-джават каждый раз. Мы немножечко с вами, вы знаете, я сторонник традиций, но не религиозных, но мы будем все-таки зажигать субботние свечи без всякой связи ко всяким там молитвам, которые уже были придуманы людьми. Мы просто будем реально делать какую-то такую паузу для того, чтобы осветить субботу, потому что я считаю, что те, кто есть написано в Писании, что Бог благословит тех, кто осветит субботу, значит Он благословит. Я привык доверять Богу, все, что Он обещает, Он обычно делает. Так вот, почему я сегодня решил поговорить о субботе и последнем времени, потому что последнее время, особенно, знаете, вы, наверное, Фейсбук смотрите, знаете, такой сайт называется Фейсбук? Знаете, да? Понятие. Не знаете. Ну и слава Богу. Но там иногда бывают такие вещи, знаете, сейчас вот возмущение такое, что, говорит, все опять, говорит, полезли обсуждать, говорит, национальную проблему в Америке. Все же нормальные вирусологи были. То есть вот нам подсовывают какую-то утку, да, новостную, и мы ее должны обсуждать. Вот пока был коронавирус, все обсуждали вирусы. Потом, когда нам надоело обсуждать вирусы, начали обсуждать Белогейтсом. Потом, когда мы закончили обсуждать Белогейтсом, начали обсуждать правительство каждой страны, имеет ли оно отношение к мировому правительству. Будет ли у нас вообще тут чипизация, или что там еще хотели делать и так далее. Ну, я хочу сказать, там, тем, кто верит в чипы и думает, что они смогут избежать чипизации, вы опоздали. Вас уже всех чипировали. Все, все до одного здесь чипировали, если вы не знаете. Не знаете? Я вам расскажу. Телефон. Больше ничего не надо. Чтобы следить за человеком, больше ничего не нужно. Не нужно не вживлять ему ничего. Он просто, он за бутербродом не вернется, если вдруг забудет его утром дома, но за телефоном он вернется домой. Без исключения моя супруга, которая забыла дома телефон и не вернулась за ним. То есть теперь никто не знает, где она. Она не знает, никто не знает, где она. Вот сейчас вот захочет тот узнать, где она, никто не знает. Только если меня отходят, но у меня тоже не отходят, у меня телефон на режиме полета стоит. А? А никто не узнает. А в режиме полета не узнают. А вообще я рекомендую всегда перед сезонем включать режим полета. Верой просто. Если кто хочет полететь куда-то, включайте режим полета. Вот. Так вот, к чему это, собственно? Сейчас закончился коронавирус, потихонечку начали возвращаться к служению. И многие, к сожалению, христиане, начали продвигать новую идею. Что вот, типа, генеральная репетиция дней скорби началась. На нас уже надели на мордники, все хотят, чтобы мы молчали. Теперь нас всех чипируют, вакцинируют, там что еще зарезервируют, потом что-то с нами еще сделают. Ну, короче говоря... Пусть все он когда-нибудь... И все умрет, да. Значит, и самое главное, что все пытаются считать дни до конца света. Знаете, сегодня многие вообще говорят о том, что вот это последнее время, и что скоро конец всего, рассуждают и вычисляют, когда это все кончится, начинают там выискивать всякие даты пришествия второго. Но я по секрету скажу, это не второе пришествие Христа, это третье пришествие Христа. Ну, пусть ищут, пусть вычисляют дату второго пришествия. Ладно. Короче говоря, мы постоянно сталкиваемся с какими-то утками. Нас постоянно пытаются чем-то накормить. Какой-то информацией, которая нам, как говорится, на спасение не влияет, да, и от Бога отвлекает. Ну, нет ничего такого, что мы будем там считать, когда, ну, по нашему мнению, придет Мессия. Казалось бы. Но, с другой стороны, я считаю, что вообще любые всякие вот подобного рода изыскания, они просто проявления полного недоверия Богу, если честно. Вот это мое такое мнение. Я хочу вам об этом сегодня рассказать. И как это связано с субботой, тоже хочу рассказать. Люди пытаются, на самом деле, уже очень много лет вычислить, когда, наконец, придет Мессия. Это было еще до прихода Мессии, то есть до рождения Иисуса Христа. Это было и сразу после, как только Он вознесся на небеса и сел одесною нашего Небесного Отца. Все пытались узнать, когда, наконец, Он придет. Первый раз пытаются, когда Он придет, первый раз. Потом, когда Он вознесся на небеса, сейчас пытаются посчитать, когда Он придет, второй раз. Давайте посмотрим, что об этом говорит Писание. Нужно ли вообще это делать? И вот почему я считаю, что это все-таки нарушение наших взаимоотношений с Отцом. Это все, что я сейчас приду к своему Отцу и свяжу Ему. Но я вообще-то не верю в том, что ты говоришь. Я хочу проверить. Я посчитаю все сам. Как вы думаете, Ему приятно будет? Вот, значит, конечно же нет. Может, я нарушаю? Ну, не знаю. Но я считаю, что Ему будет неприятно. Смотрите. Что об этом говорит Писание? Если у кого-то из Библии открываете, если у кого-то нету, подсаживайтесь к верующим. Мы будем несколько мест Писания говорить. Матфея, 24 глава, 36 стих, а потом 42 стих. Значит, 36 стих, Евангелие от Матфея, 24 глава, говорит следующее. «О дни, житом и часе знают все». Да, так у вас написано? У меня написано «не знает никто». У меня написано «никто не знает ни ангел небесный, а только Отец мой один». Это говорит Бог. Это говорит Иисус. Никто, говорит, не знает. 42 стиха он говорит следующее. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но и это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовывай и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». То есть, пока мы будем думать, когда он придет, он не придет. А когда мы не будем думать, он придет. То есть, смотрите, что он подтверждает в свои слова в Деяниях Апостола. 1 глава, 4-9 стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил вас водою, а вы будете через несколько дней после сего крещены Духом Святым. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, спрашивали Его, то есть у них было собрание, служение было, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время Господи восстановишь ты царство Израиль?» Опять думаю, я вот просто эту сцену посмотрю, он говорит, опять начинается. Уже же говорили один раз. Он говорит тогда уже просто вот так вот, в лоб он говорит. И он сказал, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда придет на Восток Святой, и будете вне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самаре, и даже до края земли». Но ключевые слова здесь, что «Не наше дело знать времена и сроки». То есть, он один раз сказал, что этого все равно никто не знает, кроме Отца Небесного. Никто. А второй, он говорит, если вы думаете, что вы можете сейчас кого-то спросить по-еврейски, знаете, а может все-таки скажете? Он сказал, «Нет, не ваше дело». И вот смотрите, мы провозглашаем, что доверяем Богу во всем, Господь, приди, мы доверяем Тебе, аминь, аллилуйя, и все такое. Но зачем нам знать, когда придет Господь? То есть, получается, что нам недостаточно знать того, что Всевышний Бог, Создатель Неба и Земли, знает этот день. И это совершенно не случайная дата, как вы понимаете, да? Потому что его намерение о нас во благо, а не во зло. То есть, он не придет специально, «А, сейчас я вас тут всех вот и заступаю за вашими грехами». Нет, он же не этого хочет, мы же доверяем Богу совсем другому, мы же его знаем другим. Тогда зачем мы проверяем его постоянно? Почему мы пытаемся каждый раз вычислить, когда, наконец, придет конец света? Последнее это время, предпоследнее или предпредпоследнее? Знаете, сколько длится последнее время уже? Две тысячи лет. Ни один из апостолов, не было вообще, у него даже сомнения не было в том, что он увидит Христа и чудо того, как умрет. Они все считали, что живут в последнее время. Иоанн в Откровении пишет о последнее время, и он говорит число 666 про то время. Есть предположение, что он на Нероне говорит. Мы сегодня ищем везде число 666. Он тогда говорил про начертание зверя, сегодня нам говорят про чипы. Еще раз повторяю, нас всех чипировали. Мы все пережили мобильный телефон и биометрические паспорта, все остальное тоже переживет. Если человек думает, что он еще куда-то может скрыться в этом мире, он ошибается. Это мы, как бы в Израиле, простите, что я это говорю, я знаю, что будут смотреть нас в эфире, но мы страна третьего мира, пока еще здесь можно скрыться на несколько часов. Где-то. Есть страны, где скрыться нельзя. Россия, Китай, Корея. Там везде стоит камера слежения. Там знают, кто где находится, сколько раз он с конкретным данным человеком встречался. Господа, товарищи, уважаемые верующие, нас уже всех давно чипировали мобильными телефонами. Не переживайте. Не в этом страх. Не тень написана, что мы должны бояться чипизации. Мы должны бояться, что нам не скажут, входите в царь в радость господину моему. Мы должны бояться того, чтобы нам сказали, отойдите от меня, делающий беззаконие, никогда не ждал вас. Вот чего нам надо бояться. А совсем нет. Ну, знаете, вот хорошая такая пришла мне в голову мысль сегодня. Дети наши иногда звонят нам. Ну, вот, я не знаю, у кого-то есть дети, у кого-то, может быть, уже выросли, но у нас есть дети. Они звонят и спрашивают. Причем, это, знаете, на каком-то этапе возраста началось. Это не было с самого начала. То есть они на каком-то этапе своего возрастного развития начали звонить и задавать им вопрос. «Ты где?» А второй вопрос какой? «Когда придешь?» Задавали вам такие вопросы дети? Мне задают. Вот я сегодня, я ушел, вот я ушел, через полчаса мне звонит Давид, говорит «Ты где?» «Когда придешь?» Я вот как бы, ну, понимая, почему дети задают вопросы, я вам сейчас расскажу, почему они задают вопросы. Я как бы ему говорю «А что?» Это правда, что евреи отвечают вопросом на вопросы? «А кто вам это сказал?» Я говорю «А что?» На самом деле есть две причины. Два варианта, почему они это делают. Вариант первый. Они хотят знать, сколько времени у них еще осталось ничего дома не делать. Потому что у них же есть поручение какое-то. Нужно сделать то, другое, третье. Они хотят знать, сколько им еще времени осталось. Это примерно где-то 8-16 лет проявляется вот такой вот механизм защиты. Они хотят выяснить, когда они могут вернуться, вернее, когда вы вернетесь домой, чтобы вот в самый последний момент, перед тем, как вы переступите порог квартиры, они схватили там швабру, тряпку, там губку и начали что-то мыть. Потому что у них выработался автомат, что если они заходят в квартиру, вернее, вы заходите в квартиру, видите их убирающимися, стирающими, мыющими посуду, вы думаете, какой молодец. И про остальное все забываете. А потом уже это как бы либо проскочит, либо нет. Но если вдруг вы зайдете в квартиру и увидите их отдыхающимися, расслабленными на диване, вас спросят, или вы спросите, почему ничего не сделано. Им придется оправдываться. Я не точно знаю, что все, что они сделали, они их похвалят. А за все, что они не сделали, их поругать. Они не хотят, чтобы их ругали. Поэтому они спрашивают, сколько у них времени осталось побездельничать. Это нормальный защитный механизм ребенка. Второй вариант. Они занимаются вещами, которые реально родителям не нравятся. То есть они точно знают, что если их за этим делом застукают, неважно что, это игра в компьютеры, или там просто бесценное, или там друзей привели, слушают музыку там громко, неважно что. Но один раз они сделали про это замечание, а продолжать то хочется, хочется же покуролесить, там все такое. Они спрашивают, когда придешь, чтобы успеть все это быстренько проделать, чтобы за пять минут до детям сказать, друзьям своим, давайте все, насасываемся, чтобы родители не увидели. И потом уже второй, первый вариант поплатить, да, то есть схватить губку, швабру, тряпку и начать что-то драйвить, типа все нормально. Это абсолютно нормальный механизм поведения ребенка. Знаете почему? Потому что ему, по большому счету, кроме, как говорится, своих гулянок терять нечего. Ну максимум его на улицу не пустят, а на каком-то этапе, особенно здесь в Израиле, попробуйте ребенка на улице не пустить. Пробовали когда-нибудь? Не пробовали? Не пробуйте. Бессмысленно. Они свои права знают. Они скажут, я в полицию позвоню. И позвонит. Другое дело, что с этим никто ничего делать не будет, но по факту. Я когда был в Шиполицейском, я часто встречался с такими вещами. Но реально, подросток, вы можете что-то заставить сделать подросток? Нет, не можете. Его можно только правильно мотивировать. Понять, как его мотивировать, берет время. И у нас зачастую уходит куча времени на это. Вот теперь нам Господь сказал совершенно конкретно, не спрашивайте. И дал конкретные поручения, что нужно делать. Для чего? По мне. Почему люди выясняют, когда придет Господь? Потому что они хотят знать, сколько им осталось еще ничего не делать из великого поручения. Я когда об этом с ними говорю, они мне сразу нападают. Так что получается, значит, и Даниил, и Иезекииль, и Иоанн, они были бездельниками, по-твоему, что они считали до пришествия Мессии, сколько осталось? Я говорю, можно я не соглашусь? И они не считали, они откровение получали от Бога. И не с целью посмотреть, сколько им по бездельничеству осталось, чтобы людям передать, сколько вообще осталось времени, чтобы они и знали. И иногда вот серьезно создается такое впечатление, что они сидят просто и ждут, ну считают, чтобы потом вот самый последний, как подросток, знаете, за пять минут до начать заниматься ИБТД. Знаете, что такое ИБТД? Имитация бурной трудовой деятельности. Начнут резко евангелизировать, выходить на улицу, махать Библии. Ну же, вот Господь, я жду тогда, видишь? Они просто забывают, с кем они имеют дело. Этот подростковый инстинкт, который у них выработался, или рефлекс, или менее, он с Богом не проходит, потому что Бог написан сердцеведец. И вы знаете, что самое интересное, что, вот, зачем это изучать, если написано совершенно конкретно, когда придет Господь. Давайте вспомним вместе. Написано в Библии, когда придет Господь. Кто помнит? Что должно произойти? Вот есть две конкретные вещи, которые должны произойти, и сразу после этого будет конец. Кто помнит? И это уже конец. Я говорю, а вот что должно произойти в нашей реальной жизни, чтобы вот мы знаем, что вот это произошло, и сразу после этого конец. Вот сразу на следующий день прямо конец. Никто не помнит? Я напомню. Две вещи должны произойти. Евангелие должно быть проповедано до краев Вселенной, и в Церковь, то есть в Тело Христа должно войти полное число язычников. Все. Вот как только это произойдет, на следующий день конец. Что такое полное число язычников? Кто-нибудь знает? Ну, почитайте внимательно на еврите. Там же написано по-русски, только еврейскими буквами все. Написано, все народы поклонятся. То есть, когда все народы признают Господа Иисуса Христа Спасителем, будет конец. Уже все признали Господа Иисуса Христа Спасителем? Нет. Ну, все. Все то же самое. Написано, любое колено приклонится, и все признают. Уже произошло это? Видится в ближайшем будущем? Ну, так зачем считать тогда? Я не понимаю. Нужно просто выполнять свое предназначение. Смотрите. Бог нам дал волю, которую мы должны исполнить. Согласны? И причем он же совершенно конкретно сказал. Он же не сказал, идите и садитесь и считайте дни до пришествия моего возвращения Иисуса Христа. Он так сказал, когда возносился. Нет? Он же сказал, идите и научите все народы. Он же не сказал, идите и считайте дни. Это же не великое поручение. Великое поручение, идите и научите все народы. Почему? Потому что, когда все народы будут научены, придет Господь. Научил, сидим и считаем. Причем, вы знаете, если мы не выполняем его волю, то мы почему-то думаем, что мы оттягиваем приход Мессии. Вот если я не буду выполнять его, пока я ее не исполню, он не придет. Ошибка. На этом основана теология иудаизма. Это одно из нескольких основных разногласий между иудаизмом и христианством. Иудеи верят, что пока все евреи не станут соблюдать закон, Мессия не придет. Почему они так ревностно относятся к тем, кто вдруг отпадает, так сказать, от их синагоги? Потому что они считают, что если пока последний еврей не оденет кипу, не будет соблюдать шавет, и не будет одевать филин столитом, ну и состральные заповеди соблюдать, причем человеческие, не больше, Мессия не придет. А христиане знают, что Отец Небесный уже назначил дату, и к этой даче он все подготовит. Потому что, я уже говорил это неоднократно, завет новый, в котором мы с вами живем, он не двусторонний. Он односторонний, как и все заветы Бога с человеком. От нас здесь ничего не зависит. От нас зависит только наше спасение. Мы должны со страхом и требованием его совершать. А пришествие Иисуса Христа от нас не зависит. Слава Богу! Вы со мной? Да. Оно от нас не зависит. Мы должны понять, что мы должны ради своего спасения что-то делать. И давайте посмотрим, как Бог нас учит это делать. Почему? Давайте к субботе немножко перейдем. Бог нас должен... Он великий учитель. Он сам нам показывает, что нужно делать каждый день, для того, чтобы мы это исполняли, и для того, чтобы у нас был результат. Он прямо с первых страниц Библии об этом говорит. Давайте откроем Бытие, первую главу, 31 стих. Написано. И увидел, это последний стих Библии, 1 главы. И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и был утро, день шестой. Очень многие говорят, что значит получается, что Он закончил небо, землю людей и так далее, и потом наступил день шестой. Нет. Помните, да, что в еврейском ряде исчисления день начинается когда? Вечером. У нас всего суббота началась. Не важно, что у вас на часах написано пятница. Суббота началась. То есть Он, когда закончился день шестой, Он сказал, что все, что Он сделал, хорошо весьма. Давайте перейдем на вторую главу, с первого стиха. Так совершены небо и земля, и все воинство их, это не воинство ангелов. Но об этом в другой проповеди. И совершил Бог к седьмому дню, обратите внимание, Даша, Он говорит прям конкретно, что нужно закончить. Он говорит, и совершил к седьмому дню дела свои, которые Он делал, то есть Он запланировал, завершил к седьмому дню, и дальше написано почил, шават, отсюда слово шават. Почил, то есть отдыхал, ничего рутинного не делал. И дальше написано, и благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал. То есть Он нам говорит, заканчивайте все, что вы запланировали полностью, а потом отдыхайте. Писание говорит в притчах, не помню где написано, закончи сначала делать всю работу в поле, а потом устроить дом свой. Нельзя правильно беречь идет. Тут однозначно написано, что Бог завершил все, увидел, что это весьма хорошо, и только тогда почил. Теперь давайте разберемся с вами, что такое шават. Шават это покой, почил. Все говорят, все связывают шават с покоем Божьим. Таки да. Таки да, это покой Божий. Давайте разберем его по частям. Покой это полное отсутствие суеты, беспокойства, непонимания, страха, сомнений и так далее. Аминь? Ну так или нет? У вас так же? У меня так. Да все остальное не покой. То есть это полный покой. И Бог все совершил целиком. Вот Он завершил целиком. Он же не сказал так, ну ладно, сейчас я человека сделаю, руки приделываю, пожалуй, в воскресенье. Нет. Он все закончил, все четко расформировал и закончил. И почил. Так вот, Он создал все целиком. Что такое целиком? На иврите как называется целиком? Шалем. Шалем, шалом, неважно. Один и тот же корень. То есть, Он сотворил мир, и не только мир, который, вот этот вот, улам, имеется ввиду, там, небо, землю и так далее. А Он еще и сотворил мир, то есть покой. И только после этого Он плачил. Потому что до этого же не было никакого мира. Потому что земля была безвидна и пуста. И Он сотворил мир. То есть шалом как мир, и улам как творение. И получилось, что у нас есть шаббат, шалом или шаббат шалем. То есть это покой в полноценности, в целостности. Мы же говорим с вами шаббат шалом. Все думают, что это шаббат не привет? Нет. Это покой в целостности. То есть в полноценности. Вот было полноценно все завершено. Когда у нас все завершено, нам не надо ни о чем беспокоиться. У нас все уже сделано. Но начнется следующая неделя, будут следующие беспокойства. конечно. Но за ту неделю, которую мы сделали, все абсолютно на месте. Нам не надо ни о чем беспокоиться. Мы можем спокойно войти в Шаббат. То есть, в покой. И вот представьте себе, придет Господь неожиданно. Ну, как Он и обещал. Мы тут считали, сидели, смотрели там, когда у нас первая седмица, вторая седмица, 35-я седмица. Ну и раз, Господь пришел, а мы тут в подсчетах, понимаете. Когда у нас там придет Господь. И что произойдет? Вот Он пришел, и что? Мы все в Благодаре, все закончили, к чему Он нас призвал. Мы можем, не закончив тому, а мы ведь все знаем свое призвание, да? У нас же у всех есть призвание. Все знают свое призвание. Какое у нас призвание? У вас. Кто-то не знает? Я вам сообщу. Я вам сообщу. Идите. И научите. Вот все наше призвание. Не сидите, считайте, а идите и научите. Если вы уже все выполнили, тогда вы можете спокойно сесть и ждать, когда придет Господь и сказать ему, да, я все сделал, вот пять талантов ты мне дал, я продал, вот пять талантов сверху, пожалуйста, Он скажет, заходи в радость Господина Своего, добрый и верный раб. Только если вы точно знаете, что вы все сделали из того, что он получил, тогда вы можете ожидать его спокойно, сидеть, считать, за ним смотреть телевизор, он придет и все, вы войдете. Но, к сожалению, большинство из нас с миром к престолу благодати не придет. А каждый из нас, написано, даст отчет Богу за все, что мы делали и все, что не делали. Это плохие новости. Отчет будем давать. Иисус не зря рассказывает притчу про пять талантов, три таланта и один талант, потому что кто-то да, войдет, кто-то не войдет. Давайте дальше. Павел, Тимофею, 2 Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Сможет ли каждый из нас то же самое сказать в день оный, что подвигом добрым подвязался, на еврейском хорошо написано, написано, великую войну выиграл, выиграл, марафон свой завершил, веру свою сохранил, а теперь жду короны, которую мне Господь уготовил. Но он готовил и мне написано, и тем, кто любит чего? Явление его. Так вот, давайте посмотрим. Получается, что венец правды получат не все, получат только те, кто венец правды, имеется венец оправдания, коронное оправдание. Получат только те, кто любит при честью Господу. И в случае, если вот как с теми талантами, получается, что кто-то любит пришествия Господа, и они умножили, приумножили, и принесли Богу, ну, себе как Богу, спасение. А будут те, которые нет. Будут те, которые закопают и скажут тебе, подожду. И венец правды будет только у тех, кто возлюбил его явление. Но у тех, кто боялся его явления, у них венца правды не будет. Знаете почему? Потому что здесь есть слово «любовь». Те, кто любил его явление. Писание говорит, что любовь изгоняет любой страх. Любовь покрывает множество грехов. Что происходит с нами, когда мы отчитываемся сами за себя перед собой? Вопрос, который я вот задаю себе, когда читаю 2 Тимофея, я спрашиваю, совершил ли я все, что Бог призвал меня делать? Я всегда привожу к одному выводу. Нет. Все не совершил. Можно, конечно, отмазаться этой великой строчкой опять же самого Иисуса, который говорит через Евангелие, говорит, что по одному грешнику, спавшемуся будет там на небесах великой дискотеке. Но как бы получается, что мне достаточно одного только спасти и все? Моя хата с краем? А что, если Бог меня просылает в страны и народы? А что, если Бог меня присылает быть учителем, призывает, вернее, быть апостолом, быть там, пастором, евангелистом и так далее? А я вот одного привел к Богу, вот он сидит со мной рядом на скамеечке. Бога прославляет, руки поднимает, благода. Неожиданно? Нет. Это не то, о чем говорит Господь. Если придет Господь неожиданно, вот здесь вот очень важно, услышим ли мы добрый и верный раб, войди в радость Господина Своего, или будем говорить, отойдите, или будут нам говорить, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы знаете, я столько вот этих всяких роликов пересмотрел в свое время, ну, когда-то, и столько разных пробований про последнее время наслушался. Сейчас, когда я начал их вспоминать, я вижу, что они все как грибы просто после дождя во время коронавируса проявляются, то я, например, вот всегда спрашиваю, ну, ну, насчитай, что, ну, предположим, случайным образом ты ошибешься, и действительно в твоих записях, если вообще кому-нибудь это будет интересно, найдут, что вот в такую дату действительно придет Господь. Это я вот написал 20 лет назад. Дальше что? Ты можешь войти в этот шаббат вечный, причем уже теперь все, уже следующего йом-решома не будет. То есть нужно понимать, что сейчас у нас вот мы в шаббат входим и у нас после шаббата будет йом-решом, как евреи любят говорить, ликоль шаббат, ешму-цей шаббат, да, там каждой субботы есть исход субботы, там исхода субботы уже не будет, когда он придет. Это вечный покой, это вечный шаббат и вечный шалом. Поэтому он так и называется сар-шалом, то есть князь мира, князь мира имеется в виду или принц мира, не тот, который князь мира сего, а властелин мира. Сможем ли мы войти в полноценности субботы? Не знаю. Но эта суббота точно такая, которую мы себе представляем, но боимся в нее войти, потому что это, ну знаете, вот кто может сегодня сказать, давайте так, практическое христианство, кто может сказать, что вот он завтра, вверх, сегодня вошел в субботу, его ничего уже не беспокоит, все классно. На этой неделе он все, что мог, сделать. Вот я хочу, чтобы каждый раз, когда я задал этот вопрос, все поднимали руку. Знаете почему? Потому что каждый день, который проходит, он последний. не поняли, почему я это сказал, да? я вам скажу. Сегодня 5 июня 2020 года. 5 июня 2021 года уже еще будет, а вот 20 уже не будет. Он последний раз, когда вам выдалось, жить 5 июня 2020 года. И если завтра у меня суббота, и не важно какая это дата, такой же субботы больше не будет. Будет другая суббота. Но я хочу, чтобы каждый раз, в Божий покой мы заходили, без суеты, без беспокойства, без страха, действительно с любовью. Что написано же, суббота Господу. То есть мы должны возлюбить Господа Бога Своего всем телом, Своим всей душой, Своим всем разумением, Своим. Потому что, если мы не приходим к Нему в этот день, ну зачем тогда вообще всю неделю жить? Если я не могу войти в шаббат сегодня, без суеты, без беспокойства, имея полноценный мир, вот этот вот, шаббат шалом, то зачем такой шаббат вообще нужен? Этот ли шаббат хочет Бог, чтобы мы соблюдали? Про этот ли шаббат Он пишет в своей 58 главе книги Исаия. Я вот считаю, что вместо того, чтобы просто считать, пока не придет Иисус, нужно просто вот каждое утро вставать и благодарить Господу за то, что вы встали и дышите и ходите на своих двоих и просто спросить у Господа, а что сегодня мне нужно сделать? Ну это тоже, конечно, великая отмазка спросить и сидеть, ждать, потом ответить. Он уже сказал, что нужно сделать. Идите и научите. Все же просто. Иисус все уже совершил на кресте. Теперь хорошие новости. Я вам платить новости и тут наговорил. Теперь хорошие новости. Иисус все совершил на кресте и сегодняшние субботы это репетиция того великого вечного шаббата, в который мы с вами войдем, когда Он придет. И я хочу, чтобы у каждого из нас это не было, вот этот вот шаббат, который у нас наступает, не был пидстоп. Знаешь, что это пидстоп? Это когда в Феррари гонки всякие, знаете, Формула-1 ездят, вот есть такая стоянка, на которой он останавливается, все подбегают со всех сторон, ему меняют колеса, то, все, пятое, двадцатое, там приводят машину в порядок и он опять выезжает на трассу. Я не хочу, чтобы это был хорошо весьма. Писание нам говорит, что все, что мы делаем, должно быть как для Бога, а не как для человека. И это Бог благословляет. Если мы будем делать все, что мы делаем, на работе, дома, я не знаю, в магазине, везде, где Бог нас призвал, как для Бога, а не как для человека, мы будем жить под вечным благословением. И тогда шаббат у нас будет действительно днем покоя, когда мы будем отдыхать от суеты, от страхов, от сомнений и благодать, явившаяся нам в Иисусе Христе, мы знаем, что закон пришел через Моисея, так написано в Евангелии от Иоанна, а благодать пришла через Иисуса Христа. Она заключается в том, что мы можем использовать каждый день нашей жизни, чтобы стать лучше, чем вчера. Я заостряю на этом ваше внимание. Не стать лучше, чем кто-то, а стать лучше, чем я вчера. Мы должны быть в соревновании, каждый раз, самим собой. Стал ли я сегодня лучше, чем вчера? В чьих глазах? В человеческих? Нет. В Божьих. Насколько я действительно делаю все, чтобы выполнить волю Божью? И вот на этом мы должны как бы концентрироваться каждый раз. Сделал ли я все от меня лично зависящее? Вот от меня лично зависящее сделали я все. Если я все сделал, вы можете, конечно, пытаться подпрыгнуть выше своего пухта, но не получится. У американцев есть вот одно мое любимое выражение, которое они всегда используют. Они говорят так. Do your best and let your God do the rest. To do the rest. То есть, сделай лучшее, что от тебя зависит, и оставь все остальное Богу. Если ты делаешь, как для Бога, от души, хорошо, Бог доделает все остальное. Но для этого нужно понимать, что каждый день, каждый день, перед субботой мы делаем что-то, как для Бога. И тогда мы действительно войдем в Божий покой. И я хочу просто напомнить вам, что и венец оправдания получит любящие его явления. Знаете, почему люди боятся, когда Господь придет? Потому что Он придет и спросит, ну, где? Они скажут, закопал. Он скажет, ну, хорошо. И пойдет с теми праздновать в радости Господина, кто не закопал, а пробовал. Пробовал. Для Господина своего делал это. И там было благословение. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня расстались здесь одной хорошей мыслью, которая, может быть, вас стимулирует на вот такое поведение на следующей неделе. Чтобы вы действительно приходили сюда в кайф. Вот Бог благословил вашу неделю и кайф. Я хочу отдыхать целую субботу. Не важно, где вы будете служить. Понимаете? Многие вот хотят удариться. Вот я знаю очень многие мессианские церкви, которые сегодня видел благословение один там дядя. Короче, не буду. Я не знаю, как его зовут вообще. Оделся в талит, знаете, в один. На него сверху второй. Зачем? Непонятно. Надел этот тфилин сюда. А? На гонтажное, чтобы было. А, ну, наверное. Лучше, чем вчера. Одела тфилин сюда, значит. Через Г благословил. Ну, это, я думаю, по-украински, да? Благословил весь, значит, народ. Значит, еще плюс ко всему этот каббалистический символ, знаете, вот этот вот, который они там, типа вот так священники благословляли народ, ну, так руки сложили, произнес этот отрывок из чисел благословения Аарона. Я думаю, а зачем это надо было делать все? Вот просто благословить нельзя было? Нет, нужно же было одеться вот во все это. Я не думаю, что если они вот так одедутся, то они слышат благодать от Господа. Не в этом благодать. Благодать, это когда мы действительно идем и не в законничество входим, а в благодать. То есть заботимся о людях, заботимся о себе, заботимся о людях, как заботимся о себе. Написано, что Господь любишь меня как самого себя? Мы должны себя полюбить. А потом близких точно так же. Я хочу, чтобы вот эту мысль, которую я сейчас вам хочу сказать, можете записать себе, и вы хотя бы запись потом посмотрите. Это такое откровение, которое мне пришло сегодня, и оно у меня написано в конце, а все, что было написано до этого, это потом уже родилось, в процессе, когда я молился. Так вот, никто из нас не совершенен. Кстати, тут ничего нового для вас нет, но прислушайтесь к этому. Для меня это было, как, знаете, упрощенное Евангелие. Никто из нас не совершенен, только Иисус Христос. Аминь. Но Бог уподобил нас Ему. Так написано в временном. Уподобил нас Всему Своему. Никто из нас не достоин Царствия Божьего, но Бог оправдал нас кровью Иисуса Христа. Никто из нас не может противостоять этому миру, но Бог дал нам Духа Святого внутри нас, который сильнее того, кто в мире. Аминь. При всем этом мы каждый день ошибаемся и грешим, но Бог покрывает наши грехи своей безграничной любовью, давая нам возможность стать другими, благословляя нас именем Иисуса Христа, перед Которым преклонится всякое колено, земное небесное происходнее, и познают Иисуса Господом и Спасителем. Аминь. Но только через нас. Если у него все время суетился, вы видели когда-нибудь в Евангелии, что Иисус суетился? И один раз только видел, что он суетился. Но я так суетиться не смогу точно. Мы когда посчитали, как он с горы на горной проповеди, там, ну, на Кемерике, дошел по воде до лодки, где были его ученики, он должен был бежать со скоростью 15 метров по воде. Но это суета единственная, которую я видел в Иисусе Крысе. Ну, это я шучу. Но посчитали мы просто по километражу. За то время, как он дошел оттуда до них, ему нужно было бежать со скоростью 15 километров в час. И все-таки в Диблии написано, что он никогда не спешил. 100%. 100%. Потому что он знает все заранее. Теперь, этот же Дух, который в нем, Боже, он есть и в нас. Зачем мы суетимся? Он уже все за нас совершил. Напоминаю, что этот завет односторонний. Он все равно сделает по воле своей. Мы просто когда молимся, это будет воля Твоя. Не вообще, она вообще будет всегда Его. Другой воли здесь быть не может. А чтобы да будет воля Твоя, которую я буду исполнять. Вот эту волю я хочу исполнить не свою, не мирскую, а твою. Потому что прославил, мне осталось только сделать мало. Не сидите и не считать. А делать то, что от меня зависит. Каждый день как для Бога, а не как для человека. Амин. Давайте, помолимся. Амин. Амин.